здравствуйте дорогие друзья гуляя по маршу продолжаю гулять вот сегодня мой денечек выходной и я решила продолжить записывать вот про то мое мнение о банках да в принципе в канаде какие банки в канаде в каких я состояла вот и чем они собственно говоря отличаются вот ну про банки хочется сказать что банки то они в принципе большому счету все одинаковые да есть те которые лучше работают в плане часов есть банки которые хуже работают в плане часов смотрите какая земля тут марш этот болото да бог мой кажется что вот можно наступить и ты как бета проваливаешься тут нет она держит прям как вот земля держит еще поскользнусь вот но в каких банках когда мы приехали 10 лет назад с моим бывшим мужем мы открыли счет в в тиди в общем открыли его совершенно без проблем просто просто приехали в торонто пошли в какой-то первый попавшийся банк да и нам там открыли еще то есть у нас хватило словарного запаса открыть этот счет и в общем то без проблем нам вы там сделали вот бы маленький нюанс почему-то его открыли как сейвинг да как сберегать на счет вот ну мы потом переделал его в чекин это очень легко то есть приходишь просто говоришь а чтобы нам сейвинг сделали переделать его в чекин они просто тоже на какую-то нажав на какую-то кнопку не открывая дополнительного счета просто его чекин переделали вот с этим банком я пробыла довольно долго сиди лет но вот 9 лет я с ним и было собственно говоря когда у вас развивается отношение с банком они спокойно предлагают вам свои услуги то есть когда я поехала вот университет нюбрансвике я уже там смогла открыть виза карту на 500 долларов вести дик у них тогда бы рыба и три год по процента или один процент вот я твоя вот эту карту я открыла совершенно спокойно они мне и открыли вот потом постепенно они предлагали увеличивать кредитный лимит потом предлагали по счету когда у вас там счет да и выберу перетратили чтобы у вас ну траты возможны как как же это называется вы драфт протекшен вы драфт протекшен предлагали потом все закончилось тем что они мне начали предлагать различные кредитные линии совершенно отсеки и кредит лайнс да когда у вас отсеки у она потому что когда у вас нету нету дома да то считается анонсики вот далее за могиджа нет читать антики ну вот такие предлагали я тоже имела возможность ее взять совершенно не без подтверждения дохода но они же видят какие у вас там деньги на счет идут да поэтому предлагают вам сиди мне нравился в плане того что долго они работают то есть они работают там до шести вечера часто выходные работают до четырех в принципе очень неплохо по части равных часов работы но по мне в результате потом я решила что это дорогой банк то есть проценты там как-то по кредитке вроде ничего ну как на один процент больше не то что я и пользовался она у меня револвин было до револвин означает что вы когда за месяц допустим на кредитку деньги положили дату раз в месяц у вас идет полная выплата вашего кредита со счета вот и даже если вы 21 день этот у них здесь 21 день на выплату просрочено полностью выплатили кредит в этот револвин да то получается что вы как бы это ну ничего не должны не платим процента а так у вас 21 день на выплату вот и выплачивать вот собственно говоря мне показалось что у них вот как-то и счета вот потом я студенческий я ничего там за счет не платила потом мне пришлось платить за счет там ли вот сумма как которую вас на кредите о сумма который вас на счете она иногда вам позволяет мне платить за счет за сам счет поэтому она у них все росла сначала она была 2000 потом 2 200 сейчас наверно 2 500 до этого счета поэтому я решила что что-то там как-то неудобно потом еще такой дорогой получался вот я его в принципе не использовала я решила что ну его этот банк ну я долго переходила я сначала завела счет в писи президент сейчас это simply в принципе все что они требуют там они просто вы идете допустим в один суперстор или делайте это онлайн и и и просто там заводите как бы еще сбивайте свои данные ну и аппликацию там делаете они потом делают эквифакс репорт и после вот этого эквифакс репорта они они совершенно спокойно вот вам заводят счет при этом там можно открыть кредитную линию тут же без всякой кредитной истории просто потому эквифакс тоже он сидит ну такую десять тысяч долларов они легкую дали вот поэтому в общем то тоже очень неплохой банка и у них вот этот вот он полностью онлайн дебетовый счет у них полностью бесплатный включая чеки единственное там надо иметь адрес на которой они все это высылают в канаде вот то есть не платишь ни за какие транзакции ни за чего там же можно завести мастер-карт который вы будете платить единственное то разные личные кабинеты в онлайн немножко неудобно платить но в принципе нормальная карточка мастер-карт как и все платишь все вот потом что еще у нас потом потом у нас имеется вот я вот этот счет завела но он меня лежал мертвым грузом долго в принципе что-то я как-то мешкала переходить стиди потому что надо было везде послать реквизиты о том что я хочу перейти вот ну я как-то это мешкала а потом вот когда я уже приехала винсдер и мне нужно было счет американский я решила начать с рбс и рбс и как раз было предложение что они оказывают если при открытии счета они год оказывают услуги бесплатно и там какой-то хороший счет который в других банках стоил 12 долларов и я решила попробовать я решила попробовать с рбс и то есть я попробовала србиси он завела потом завела этот счет в рбс и джорджи практически сразу вот рбс и джорджи он конечно не бесплатный отличие канадских банков работающих в америке от американских то что его американском если у вас счет американском банке но для этого нужен американский адрес до которого у меня нет но в принципе можно записаться на любой адрес ваших друзей да то там если у вас 100 долларов хотя бы на счету лежит они вас будут бесплатно обслуживать вот счет в канадском долларе канадском банке там что-то 6 транзакций да у меня он обходится в 4 95 в месяц что ли там 9 95 можно 20 транзакций не отказался от того счета вот и 995 они бесплатно присылали чеки к тому счет то есть я сначала начала 9 95 потому что я не знала как я буду этим пользоваться а потом я уже перешла на 4 95 но успела в то же время заказать получить эти чеки вот принципе ну банк вот этот оказался от rbc джорджи такой очень хороший я смогла сделать на родственницу вот кредитную карточку без всяких проблем по телефону чтобы ее имя было чтобы в россии она не имела никаких проблем со снятием этих денег да может еще кружочек сделала вот принципе не так много времени ушло 10 минут будет вот такие вот банки то есть я по сути знаю тиди и сейчас на усимпли да и rbc канаде нарисе джорджия в принципе что можно еще сказать про рбc джорджия если у вас вот то есть как какие-то друзья в америке или что-то вам надо послать деньги в америке то есть у них то точно такой же полноценный кабинет онлайн все там они делают вот позвонить по телефону в принципе очень удобно вот единственная накладка у меня у них почему-то и дебетовая кредитная карточка они не требуют пин-кода и просто работают я пришла в алмарк там просто прилагаешь и все ой смотрите она плывет она плывет вон она плывет плывет вот так вот настоящие черепахи здесь прикольно они еще тут по дорогам говорят бегают вот для кого тут вырубка для черепах большая огромная тортила ну подумай ну вот вот так собственно говоря вот и все что я могу сказать вам о банках спасибо за то что вы слушали ссылки на банки которые я описала я я поставлю внизу удачи всем заводите банк заводите банковский счет открываете личный кабинет и работаете онлайн вот это я считаю оптимальный метод работы для канады потому что вот даже в rbc допустим ftd когда ты приходишь у тебя только две личные транзакции ну в те счета ходят допустим за 10 долларов счет и только два раза можно прийти бесплатно в офис офис в сам банк да за различными вещами а так надо не хотят чтобы работали онлайн или они будут снимать дополнительные деньги по полтора доллара за визит вот так вот ну все это все что я хотел вам сказать по этому поводу спасибо за внимание всем пока